Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И я вам сегодня поведаю о коляске от компании Britax Römer. Моделька называется Smile 5Z. Видите, уже пятая версия. Моя любимая личная версия, это именно третья версия. Она мне даже больше нравится, чем эта обновленная. И на текущий момент я бы выбрал, конечно, третью версию. Но третья во многих моментах, конечно, уступает этой. Это мое личное предпочтение. Обновленные версии не всегда сильно лучше, чем предыдущие. Поэтому выбирать, когда вы еще можете. Если еще не сняли с продажи предыдущую версию, то смело можно ее покупать. Но вот компания Britax решили обновить. Уже четвертая была, кстати, тоже версия. Но сейчас актуальная пятая. И о ней мы с вами, собственно, и поговорим. Комплектацию 2 в 1 мы с вами рассмотрим непосредственно. И в цвете, который нам сейчас представлено. Так, мне почему-то здесь написано Midnight Grey. Видимо, ценник с предыдущей коляски здесь, наверное, стояла раньше. Midnight Grey цвет. Но в любом случае, актуальный цвет. Сейчас название здесь всплывет. Это тот цвет, который сейчас мы с вами обозреваем. Такой фисташковый. Один из самых, кстати, популярных цветов. Который продается, наверное, с 22 года. По моим наблюдениям. Один из самых таких топовых цветов сейчас. Вот, кстати, что в комплекте у нас. Давайте взглянем. Ну, по большому счету, все необходимое есть. Плюс адаптеры для установки автолюльки. Тоже будут идти в комплекте. Давайте базовые технические характеристики с вами разберем. Вообще, Britax Römer это как немецкий бренд в целом. Вот, у него такая интересная история. Вот, гарантию производитель. Как они пишут? Один плюс один год. То есть, вы покупаете коляску. У вас по умолчанию идет как бы один год гарантии. Вы берете чек, регистрируете его на сайте у них. И получаете еще допом один год гарантии. Смотрите, вес с люлькой 13,2 килограмма. Это не самый лучший показатель, но и не самый страшный. Обычный показатель для полноразмерной вседорожной коляски. С прогулочным блоком она чуть потяжелее. Потому что стоит отдать должное. Прогулочный блок у Britax, он, наверное, один из топовых. Очень хорошие прогулочные блоки у них. Наклон, кстати, там 115-175 градусов. Это, наверное, самый широкий диапазон, который в прогулках я видел. Очень достойный показатель. С рождения до 5 лет можно использовать. Потому что 22 килограмма выдерживает. С этим все окей. Сейчас все больше колясок я вижу. С шириной колесной базы 57 сантиметров. Наверное, какой-то уже стандарт появляется такой. Поэтому везде проедете размер люльки 77 на 32. Вот так вам хватит даже для самого богатыря ребенка. Поэтому с показателями такими здесь все очень хорошо. Начнем сверху вниз изучение. Кстати, что мне здесь нравится, так это вот эта ручка для транспортировки. Люльки очень удобный хват. Толстенная, как и непосредственно на самой ручке. Даже вот здесь толще ручка, чем на ручке самой коляски. Очень здорово носить. Ткани, друзья, в Britax они плюс-минус, они всегда одинаковые делают. Можете в магазин прийти пощупать. Поймете, о чем я. Но вот это действительно хорошая ткань, которая у них везде используется. Очень износостойкая ткань. Очень крепкая ткань. После стирок она не теряет такой свой товарный вид. С этим все хорошо. Что еще мне нравится? Вот такая вот секция есть для проветривания. На магнитике все раз. И самое что главное, магнитика сверху есть и снизу есть. Не нужно там париться, как-то это все здесь удерживать. Также для проветривания у нас есть возможность вот здесь вот эту секцию открыть полностью. Если ребеночек на животике лежит, тоже очень актуально использовать. Лежит себе, у него там вид открывается хороший. Вот это тоже секция. Ее можно завернуть туда внутрь, если мешает. Я сейчас заверну, чтобы она нам не мешала смотреть на это все. Регулируется у нас козырек с помощью кнопочек. Две кнопки нужно нажимать. Вот мне не очень нравится, что две нужно нажимать. Ну, ну да ладно. Хотя давайте я попробую. Вдруг с одной сработает? Нет, не сработало. Ну, благо есть память в кнопках. Нажал одну, вторую и потом опускаешь. И что классно, здесь все на замочках. Доступ к ребенку у нас образуется очень легко. Замки откинули и опускаем. У нас деревянное дно, нормальный матрасик человеческий. И что хочу заметить, вот эта вот секция, когда мы тут сверху открываем, нам нужно еще здесь снять вот эту часть, чтобы у ребенка открылся вид. Это сделано для того, чтобы ребенку не поддувало никаким образом, когда просто вот эта часть закрыта. Здесь все-таки есть щелки какие-то. Здесь Britax пошел путем. Закрыв полностью эту часть, нужно вот на замочке открыть. И тогда только у нас появится доступ непосредственно к сеточке спереди. Это грамотный подход. Чуть-чуть муторно, потому что делать телодвижений много. Но в целом, зато, когда здесь не открыто, у ребенка все герметично, ниоткуда ему не дует, все хорошо. Поэтому есть, как говорится, у медали две стороны. Как и во всем, всегда, везде. Так, давайте снимем люльку, посмотрим. Кнопка, что одна, что другая, с памятью. Открываем, смотрим. Ножки, четыре штучки есть. Чуть-чуть бы их потолще, после, я имею ввиду, чтобы они были повыше, чтобы до земли не так было близко. Но, в принципе, и за это спасибо. Так, друзья, давайте теперь посмотрим на прогулочный блок. Где-то он у нас здесь лежит. Вот и он. Что касается прогулочных блоков, действительно, у Britax они очень хорошие. Еще очень хороший конкурент этой коляски. У компании ABC Design моделька есть, практически с идентичным прогулочным блоком по функционалу. Очень сильно похоже. Только у ABC Design еще надувные колеса, она чуть поплавнее, чем эта коляска. Но, и здесь, в принципе, с этим тоже окей. Вот. Если, кстати, хотите сравнение с ABC Design, чтобы я сделал, напишите в комментарии. Я обязательно тогда сделаю, если вам это нужно. Смотрите, блок, он реверсивный. И так ставится, и так ставится. Вот 115 градусов, о которых я говорил. Полностью капитанская посадка. Ребенок у меня сидит сильно, не завален. Перемычка. Все как полагается, все есть. Бампер, насколько помню, как калиточка откидывается. Здесь же твоя кнопочка. Все так убираем. ВК кожи, все. Все по-взрослому, все хорошо. Здесь у нас мягкие накладочки на плечевой зоне. Но почему-то Britex пожадничал и не сделал мягких накладок в паховой зоне. В таком ценовом диапазоне, я считаю, это недопустимо. Так делать не надо. Просто стоила бы она дешевле. Я бы там даже не обратил внимания. Это дорогой продукт. Это премиальный, по сути, сегмент. Поэтому здесь бы хотелось видеть это. Так, поднорочка у нас, естественно, регулируется. Ступенечки. Все как полагается. Козырек, друзья. Здесь всегда был просто огромным. И, скажем так, ну, естественно, здесь есть смотровые окошки на магнитиках. Все понятно. Здесь, когда мы опускаем спинку, у нас козырек остается на месте. Вот эта фишечка мне нравится. То же самое и у ABC дизайна. У нас, получается, ребенок в таком коконе. Накидочку на ножки мы, получается, что докупаем и используем. И ребенок там, как в танке, хорошо закрыт. Вот в этом плане мне эти блоки очень нравятся. 175 градусов. Практически полностью лежим. Даже новорожденного можно спокойно к себе развернули. И катать, как по мне, прекрасный вариант. Супер, просто супер. Прогулочный блок здесь прям офигенный. Так, я, кстати, младшего тоже катал в Britax. Правда, не в Smiley, а в Go Big 2 тоже. Была такая прикольная колясочка. Кстати, насчет ручки. Ручка у нас регулируется здесь по наклону, не телескопическим образом. Но в очень широком диапазоне. И что классно, здесь, видите, перекладины нет. И увели аж полностью в середину рамы. Вот эту ось от колес. И когда ты бежишь, куда-то спешишь, ты не долбишься ногами при высоком росте. Это только происходит. О, раму. Это здорово. Здесь инженерных просчетов нет, друзья. Так, в эко-кожи ручка, все понятно. Давайте теперь посмотрим на основание. На само шасси. Что у нас здесь? Здесь у нас колеса у нас здесь не надувные. Полиуретановые, очень мягкие, приятные колеса. Действительно, колеса нормальные. Также у нас есть брызговички. Что касается амортизации, она здесь есть. Но она такая, достаточно плотненькая. И она не идет, как на пневмоподушках. Но, в принципе, адекватно себя чувствует, да, на неровностях. Что касается тормоза, друзья. Тормоз у нас классный. Действительно, очень хороший тормоз. Мы оба раза нажимаем подошвой, ставим на тормоз и снимаем, не пачкаем обувь в обратную сторону. Здесь все хорошо. У нас хороший клиренс со всех сторон. В плане проходимости коляска прям топчик. Вопросов здесь нет. Багажник очень хороший, очень большущий. Я всегда уделяю внимание багажникам, потому что в реальной жизни багажник нужен всегда. Когда особенно ребенок подрастает. А если еще у вас два ребеночка. Один еще в коляске, второй рядом идет. И здесь лежит и маленького, того, кто в коляске, игрушки. И того, что постарше. Багажник нужен большой. Что-то в магазин зашли и купили. Всегда куда-то сюда кидается это все. В общем, багажнику я удивляю много времени. И здесь очень классный багажник. В том плане, что он весь... Вот это вот металлическая дуга. Это не просто какая-то тряпочка натянута. Здесь такая конструкция, что... Ну, конечно, я сюда встану, все порвется. Но держит очень хороший вес. Поэтому, не знаю, багажник. Здесь прям вот топчик. У него большой доступ со всех сторон. В общем, все хорошо. Теперь давайте разберемся, как все это добро складывается. Посмотрим. Здесь вот кнопочка, как курок есть. Нажимаем. Кладем. Вот так вот. Теперь попробуем ее поставить. Здесь можно легко ставить ее. Потому что на ручке есть резиновая вставка. Как раз таки в основании. Чтобы она не портила эко-кожу. Потом берем вот так вот. И, собственно, вот такую конструкцию мы получаем. Как по мне, для такого лютого внедорожника вполне себе достойный показатель. Вопросов нет. Ну, конечно, крупновато все равно. Ну, и коляска крупноватая. Такая прям мощная. Поэтому придется с этим, как говорится, мириться. Так, ставим обратно. Видите, нужно будет вот так вот за подножкой смотреть. А то потом ее обратно засунуть тяжело. Так, собственно, и все. Что еще не рассказал вам? А, ну, то, что можно автолюльку использовать. Просто адаптеры идут в комплекте. Это тоже классный момент. Ну, что адаптеры идут уже в комплекте. В принципе, все, что нужно. Под стаканчик докупили. Накидку ножки докинули. И все у вас и у вашего карапузика будет окей. В общем, всю информацию, что хотел донести, донес. Вопросы есть в комментариях открытые. Пишите. Там с вами пообщаемся. Напоминаю, ссылка внизу на эту колясочку есть. На магазин First Buggy. Ну, а вам хочу пожелать сделать грамотный выбор. И удач на дорогах. Всем пока.